Следующий вопрос от Имрана Хана, Чинайи, Индия. Мне 23 года. В настоящее время я работаю в Амазон Чинайи. До этого я работал в нескольких других компаниях Чинайи. Меня не устраивает моя рабочая жизнь, которую я проживаю на данный момент. Мне постоянно приходят мысли, что что-то отсутствует в моей жизни. Я сменил свою работу, но это не помогло. Я смотрел ваше видео с 15 или 16 лет. Альхамдулиллах, вы очень благословенный человек по воле Аллаха. И, субханаллах, то, как вы доводите послание, имеет очень мощное влияние на жизнь людей. И это привело многих людей на правильный путь. Альхамдулиллах, в этот Рамадан произошло много изменений во мне. В этот Рамадан я много смотрел ваших видео. Я подумал, что я хотел бы давать даауат на сцене, подражая вам, призывая людей к исламу. И, иншаллах, я верю, что я смогу стать таким проповедником, как вы. Я знаю, что многие люди обращаются к вам с той же идеей. Но я верю, что Аллах благословит меня и даст мне возможность быть таким проповедником, как вы. Я хочу стать проповедником, как вы, или ступенькой выше, с богословения Аллаха. Я прошу вас обучить меня в области даауата. И, иншаллах, я верю, что, совершив дуа Аллаху, я буду успешным проповедником. Я думаю, я смогу служить Аллаху наилучшим образом, с моими возможностями, будучи проповедником. Аллах благословил меня хорошей памятью и навыками понимания, и способностью к быстрому обучению и хорошим английским. И, подобно тому, как вас вдохновил шейх Ахмад Дидат и передал вам свое одобрение и титул, иншаллах, однажды я также буду награжден вашим титулом, Закер Плюс, иншаллах. Пожалуйста, примите этот запрос, и примите меня быть вашим учеником, чтобы служить Аллаху, подобно тому, как служили вы и дядя Дидат. Я жду ответа «Ассаляму алейкуму рахматуллоги ва баракату». И аналогичный вопрос был задан Шухейб Ахмад Ас-Сами из Даки, Бангаладеш. Он говорит «Ассаляму алейкум, дядя Закер. Ради Аллаха я хочу быть проповедником, как вы. Как я могу изучить разные религии, помимо моей обычной учебы, и возможно ли сделать это? Как мне изучать Коран и запоминать стихи, чтобы я мог вспомнить конкретные стихи, которые необходимы для конкретных тем, как это делаете вы? Я прошу Аллаха, чтобы Он благословил вас, Раем Фердаус, и пусть Аллах дарует хидяя всем людям, которые против вас, и пусть Аллах сделает меня проповедником, как вы. Аминь. Люди в Бангаладеш очень любят вас. Пожалуйста, приходите к нам в ближайшее время. Иншаллах. И аналогичный вопрос был задан Арбо Гамичо из Эфиопии. Как начать изучать науку сравнительного религия-видения? Пожалуйста, просветите. И аналогичный вопрос задал Нур Набиль Ахмад, Индия. И, ма ша Аллах, похожие вопросы со всего мира. Из Индии, из Бангаладеш и Эфиопия. И снова из Индии. Нур Набиль Ахмад из Индии говорит, «Я медицинский аспирант. И с детства я хотел быть врачом. Но после просмотра ваших лекций и дебатов, моя мечта изменилась. Я слышал, что после просмотра лекций шейха Ахмада Дидата вы захотели стать проповедником. И, аль-хамду лиллях, он вдохновил вас, а вы вдохновили меня. Теперь моя мечта изменилась. Я хочу быть как вы. Я хочу передавать это прекрасное послание всему человечеству. Но я знаю, что эта работа нелегка. Какой совет вы хотели бы дать мне и другим мусульманам с похожей мечтой, как у меня? И похожий вопрос был задан Саид Абдулла Хайдарабад, Индия. Что мне следует сделать, чтобы стать вашим учеником? Я подобрал только пять похожих вопросов. И поверьте мне, я получаю сотни таких вопросов. Если я начну читать их, это заберет очень много времени. Так что я выбрал несколько вопросов и постараюсь ответить всем вместе, ведь они похожи. Основной вопрос, который эти пять человек мне задали, что они хотят стать моими студентами, это номер один. И номер два, они хотят стать проповедниками и изучать сравнительное религиоведение. Что касается того, чтобы быть моим учеником, у меня лично, на личном уровне нет никаких учеников. Да, я вел тренировочную программу в прошлом, и там есть мои ученики. Но на личном уровне у меня нет учеников из-за моей занятости и заполненного графика и активности в проповеднической деятельности в даавате и так далее. Есть много ученых и проповедников, у них есть лекционные кружки и так далее. Но у меня нет индивидуального общения и регулярных встреч. Но в основном только в социальных медиа и на спутниковом канале, где сотни миллионов смотрят. А что касается персональных тренингов, на большом уровне я давал только четыре программы. А коротких, как один день или полдня, их было много. А что касается многодневных тренингов, я давал две тренировочные программы для студентов в Индии. Первой программой обучения, которую я сделал, была в середине 90-х. И в конце 90-х я сделал вторую программу обучения, в которой было около 20 студентов. И потом, в 1999 году, я сделал первую международную проповедническую программу тренировок, в которой мы отобрали 20 студентов из разных частей мира. И у нас были тысячи заявок. Тех, кого мы считали заслуживающими большего, мы выбрали 20. И после 1999 года, спустя 16,5 лет, в январе и феврале 2016 года, примерно спустя 16,5 лет, у меня была вторая международная проповедническая тренировочная программа. И цель второй международной тренировочной программы, и, конечно же, она уже была на более длительный срок, и она была обновлена. И ее протяженность была 45 дней. Фактических рабочих дней было 33. Было 5 дней в неделю, и два выходных между ними с большим количеством домашнего задания. Поэтому общая деятельность составила около 45 дней. И она была обновлена. И одна из причин была в том, что когда мы сделали вторую международную программу в Бомбее, мы пригласили людей после того, как рассмотрели тысячи кандидатов. И знаете, даже из самой Малайзии максимум у нас было 6 человек. Два из Сингапура, один из Японии, один из Голландии, и один из Великобритании, и из разных других частей мира. И также были из Индии и Китая. И эта тренировочная программа была записана в очень качественном формате. Мы записали ее на 14 камер в 8К. Так что как только мы записали и отредактируем, этого будет достаточно на следующие 50-60 лет. Поэтому основная цель тренировочной программы, помимо обучения этих 20 человек, это было меньшей целью. А основная цель записи в качественном формате, чтобы мы могли сделать это общедоступным. И, к сожалению, это обучение прошло в январе и феврале, и закончилось в конце февраля. И прочие сессии продолжились даже позже. И после этого, в течение пару месяцев, мне пришлось уехать из Индии. И потом, вы знаете, было обвинение против меня в июле 2016 года, и организация была запрещена с конца 2016 года. И поэтому мы не смогли отредактировать программу, и не смогли ее загрузить. Но, аль-хамдулиллах, как я упомянул ранее, в начале Рамадана мы открыли совершенно новый сайт под названием zakirnike.com. И процесс загрузки материала на него все еще продолжается. Но в нем есть совершенно новый раздел, который называется «Международная программа обучения да'авату». И эту международную программу предполагалось запустить в середине Рамадана. Но потому что я начал вести прямые эфиры, я не мог уделить этому времени. Но, иншаллах, в следующие 4-8 недель, иншаллах, возможно, к концу месяца июнь, или до конца июля, иншаллах, интернациональная программа обучения да'авату будет запущена на нашем сайте. Это другой сайт, но это будет частью моего основного веб-сайта. И в этой интернациональной программе обучения да'авату все примечания по да'авату и по исламу и по сравнительному религиоведению будут загружены. Это тысячи страниц. И эта международная программа обучения да'авату будет больше на основе техники, нежели чем на знаниях. Большинство обучающих программ дают знания, но не дают технику. Но в этой программе тренировок больше техники. Даже если это не знания, но в ней около тысячи страниц. И если вы это делаете онлайн, иншааллах, это не может иметь такого же эффекта, как выполнение программы тренировок прямо со мной. Но все же, иншааллах, если вы пройдете его онлайн, о прохождении этого курса будет лишь на 15% меньше влияния, чем непосредственно со мной. Ролики еще не отредактированы. Аллах знает лучше, когда они будут отредактированы. Но как только позволит время, или когда у нас будет объект, может занять 2-3-4 года, я не знаю, тогда мы сможем загружать даже видео. Когда будут загружены видео и заметки, по моему мнению, это примерно будет на 30% эффективнее, чем делая это напрямую. Но причина, по которой я подготовил и загрузил заметки, и видео, иншаалла, тоже будет сделано, потому что у тренера тоже должен быть материал. А затем, чтобы обучать в сессии 20 мусульманских студентов, которые следуют заметкам и видео, и просто как быть руководителем, тогда, иншаалла, у него будет 50% влияния. И если всем дан одинаковый материал, и если видео показаны, и есть руководитель, чтобы контролировать студентов на первом и втором этапе, и ма шааллах. Я рад сообщить вам, что на первом этапе, ма шааллах, было по крайней мере несколько людей, которые были квалифицированы, чтобы стать тренерами. И возможно, около 50% делают дайвад, и они все еще продолжают, ма шааллах. И на втором этапе, по воле Аллаха, количество людей было гораздо больше, чем на первом. И по воле Аллаха, больше людей были квалифицированными быть тренерами, чем на первом этапе. Второй этап был более эффективней, и в нем было больше информации. И ин шааллах, одно видео подготовлено. Если у вас есть руководитель из моих студентов, если заметки были предоставлены, и если видео воспроизводятся, и руководители предоставили домашнее задание, ин шааллах, это будет иметь 50% эффекта. Потому что, если человек просто посетит мою программу в одиночку, по моему мнению, влияние будет только 10%. Если у него будут заметки, то будет 15%. Это все. Потому что, возможно, он не будет способен объяснять так же, как я. И он не сможет довести свою точку зрения. И, возможно, не сможет продемонстрировать метод. Так что я пришел к заключению, что, имея заметки, имея видео и наличие тренера, это будет гораздо эффективнее. И ин шааллах, скоро, возможно, в следующие 4-8 недель наша международная программа дауэта будет загружена на мой сайт. И стать моим студентом будет сложно. И когда я проводил тренинг около 4-х лет назад, я сказал, что это может быть последняя тренировочная программа, которую я провожу, если Аллах пожелает. Это из-за занятости графика. И потому что на тренинге, хотя время обучения рассчитано на 45 дней, я провожу около 60 дней. И 60 дней постоянной деятельности. И в то время я спал примерно 1 час, а иногда 45 минут. И средняя продолжительность моего сна была 3,5 часа. А в Бомбее, как я уже говорил, было 3 часа. Но на тренинге это было около полутора часа. Вы знаете, в то время я тратил от 10 до 14 часов, стоя на сцене. Начало было 8 часов утра, а окончание было ночью. Или ранним утром в 2 часа следующего дня. Это из-за персонального обучения и так далее. Это имеет большое влияние. Нужно прилагать много усилий. Из этих 2 месяцев работы не менее 3 месяцев было сделано. И мы остановили деятельность. И по этой причине я не думал, что у меня еще раз будет подобной большей тренировочной программы в будущем в моей жизни. Но иншаллах, когда сайт будет готов, когда видео будут готовы, иншаллах, даже имея 15% влияния, это великое дело. Я был вдохновлен шейхом Ахмадом Дидатом. И шейх Ахмад Дидат, маше Аллах, проводил много тренировочных программ. И он также проводил двухмесячные и одномесячные тренировочные программы. И также у него были одновневные тренинги. А затем в 90-х, когда он встретил меня, он сказал мне, «Сынок, кто тебя тренировал? Разве я тренировал тебя?» Да, я был вдохновлен шейхом Ахмадом Дидатом. Я смотрел много его видеокассет, но персонально один на один не обучался у него. Да, я проводил с ним время много раз, но не на тренировочной сессии. Он сказал, «Тот, кто тренировал тебя, это Аллах». Он сказал, «Любой, кто имеет страсть и рвение, чтобы стать проповедником, Аллах сделает его проповедником». И я полностью с ним согласен. Он сказал, «Тратить время на тренировочные программы – пустая трата времени». Конечно же, здесь я не согласен с ним, но я знаю, что большая часть обучающих программ, которые сделаны большинством людей, не имеют большого эффекта. Но, аль-хамдулиллах, это причина, по которой мы извлекаем полезные вещи из тренировочных программ. И также вычисляем негативные факторы. И когда я делал свою тренировочную программу, я посмотрел много других тренировочных программ. Затем я изменил ее. И, аль-хамдулиллах, все наши тренировочные программы были эффективными, но требуют много времени. Это сложно. Так что лучшее, что шейх Дидат сказал, что это Аллах субханаху ата'аля, который делает тебя проповедником, да'ием. И в этой тренировочной программе наша основная концентрация была на трех вещах. Я говорю вам это, чтобы вы знали. Номер один. Если Аллах поможет вам, никто не сможет остановить вас. Аллах говорит в Коране в третьей суре Али Амуран в 160-м аяте. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают верующие. Поэтому первое. Нужно иметь веру в Аллаха. Тогда Аллах поможет вам. Номер два. Аллах говорит в 29-й суре Ан-Кабуд в 69-м аяте. О тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Воистину, Аллах створящий добро. Поэтому вы должны сражаться и усердствовать. Если вы сражаетесь, Аллах обязательно откроет вам путь. А если вы усердствуете, и Аллах не открывает вам путь, не вините Аллаха, а вините себя. Значит, ваше усердие было недостаточно. Поэтому здесь, в этой тренировочной программе, мы вкладываем в ученика, что у него должна быть вера в Аллаха, и только Аллах тот, кто может сделать вас эффективным проповедником, и никто другой. И номер два. Мы показываем им, как стремиться, и показываем им, как усердно работать и получать результаты за короткий промежуток времени. У меня есть студенты, которые сдали самый сложный уровень экзамена, и они сказали, что в самых сложных экзаменах в их жизни они не сделали столько, сколько сделали в тренировочной программе дауата, они могут закончить за два дня или даже за один день, аль-хамдулиллах. Номер три. Это техника. Аллах говорит в Коране в 16-й суре Аль-Нахль в 43-м аяте и в 2-й суре Амбия в 7-м аяте. Спросите людей напоминания, если вы не знаете этого, то есть людей знания. Так что третья вещь, которую мы обучаем в тренировочной программе, это техника. Первая, вера в Аллаха. Второе, это стремление. Третье, это техника. Мы обучаем их техникам публичных выступлений. И сегодня наука говорит нам, что воздействие лекции, которые вы читаете, человек, читающий публичную лекцию, тема, о которой он говорит на лекции, дает только 7% воздействия, а остальные 93% составляют навыки презентации. Как вы модулируете речь, ваш зрительный контакт, ваши жесты, как вы структурируете лекцию, презентация, заключение, все эти вещи составляют 93%. Так что на этой тренировочной программе мы даем вам леску. Мы не даем вам рыбу целиком. Мы даем рыбу немного, но в основном мы даем вам леску. К примеру, как проводить исследования при подготовке лекции, как быть эффектным, как правильно цитировать. И когда вы цитируете, как иметь большее влияние, чем просто говорить, что Аллах сказал в Коране? Как правильно давать ссылку, как давать ссылки на Священные Писания? А затем мы говорим вам о самых важных аятах Корана. Если вы запоминаете 25 аятов, более востребованных для дарвата, затем мы даем вам еще 25 аятов Корана, а затем еще 25, а затем еще. И к тому времени ученик уже знает пару сотен аятов наизусть вместе с переводом и толкованием. Затем мы учим студентов узнавать наиболее распространенные задаваемые вопросы и ответы на них. Затем узнавать все варианты ответов на вопросы, которые являются необычными. Поэтому мы даем им набор вопросов, 20 самых распространенных вопросов, которые задают немусульмане. Затем мы даем им еще один набор вопросов, 20 самых распространенных вопросов, которые задают немусульмане, у которых есть небольшие знания об исламе. И после этого мы даем им набор вопросов, которые задают христианские миссионеры, и 10 общих вопросов, которые спрашивают индуисты о Далее мы даем им готовые ответы, более ста вопросов, и как правильно нужно давать ответ. И мы говорим им, когда вы даете ответ, вы должны затронуть четыре категории. Вы должны затрагивать Кораны и Хадисы, исламскую точку зрения, и должны затрагивать сравнительное религиоведение и точку зрения немусульманина, может быть из Библии и может быть из Веды. И номер три, ответы с научными знаниями, и номер четыре, ответы с разумом и логикой. Мы должны коснуться всех четырех, ведь ты никогда не сможешь знать, что убедить немусульманина. Таким образом, мы учим их технике, и мы даем им структурированные ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, которые, хвала Аллаху, работают в более чем 90 или 95% с немусульманами. И затем мы говорим им, что наверняка будут люди, которые будут задавать встречные вопросы. А как разбираться с встречными вопросами – это еще один метод. Поэтому в этой обучающей тренировочной программе да'авата мы также обучаем основам ислама. Она не основана просто на информации, но мы обучаем их основам индуизма, затем основам иудаизма, и христианства, и основам всех мировых религий, и также атеизма. И таким образом, мы даем им ключевые моменты. Я говорю это, потому что этот вопрос задали мне много раз. И среди примерно пары сотен тысяч вопросов, которые мне задали, несколько сотен было только об этом. Как делать призыв? Как стать проповедником? Как стать вашим учеником? Лично я хотел бы сделать каждого персональным учеником. Потому что, когда я обучаю кого-либо, я улучшаю свои знания и навыки. Но поверьте мне, очень много сделано. И спать каждый день по три часа – это сложно. Поэтому моя просьба к вам – присоединяйтесь к нашей тренировочной программе да'авата, она абсолютно бесплатна. Ждите свои записи, и вы сможете сделать это. И поверьте, никто не учил меня. Шейх Дидад вдохновил меня. Но никто не учил меня публично выступать. Но это была моя страсть и усердие, и да'ават, что я делал. Так что, аль-хамду лилля. По крайней мере, сейчас у вас есть что-то. Так что воспользуйтесь тем, что у вас есть. И сейчас, если вы перейдете на сайт, там доступны общие вопросы, а также есть ответы на них. Вы можете начать с сегодняшнего дня. Не ждите, пока программа начнется. Но информации достаточно на моем веб-сайте, которая касается сравнительного религиоведения. Так что, если вы хотите изучать сравнительное религиоведение, мы даем важные стихи Библии. Запомните их. Вам не нужно запоминать всю Библию. Библия в три раза больше, чем Коран. Для начала мы даем запомнить эти двадцать стихов Библии, а потом еще двадцать стихов, и потом еще двадцать. И даже с набором из шестидесяти разнообразных стихов из Библии, вы сможете проводить дебаты даже с папой из Ватикана. Вам не нужно запоминать всю Библию. И также мы даем стихи из Веды, чтобы дискутировать с индуистом, а затем мы даем материалы, чтобы убедить атеистов. Затем мы учим, как делать дайвад в социальных медиа. И как делать дайвад на сцене – это другая техника. И как делать дайвад на улице – другая техника. И как делать дайвад один на один – это другая техника. И как делать дайвад в печатных СМИ – это тоже другая техника. И как делать дайвад в социальных сетях. И в каждой социальной сети есть свои преимущества. У Фейсбук другие преимущества по сравнению с Инстаграм, и по сравнению с Ютуб, и по сравнению с Твиттер. У каждой есть свои преимущества и недостатки. И однажды у меня была сессия целый день только о социальных медиа. Но спустя четыре года вся статистика изменилась, и социальные сети изменились и постоянно меняются. Поэтому вы должны быть постоянно актуальным. Поэтому вы можете зайти на мой веб-сайт сегодня, иншаллах, в следующие 4-6-7 недель программа будет готова. Если вы будете посвящать этому целый день, это займет 40 дней, чтобы закончить полностью. А если вы будете посвящать этому несколько часов в день, это займет у вас несколько месяцев, или может быть даже целый год. И, аль-хамдулиллах, у нас есть прямые трансляции, и вы можете задавать вопросы. И вопросы не обязательно должны быть по теме, потому что у нас каждый день десятки тысяч вопросов. И каждый день, буквально, к нам приходит от 20 до 30 тысяч вопросов. А я отвечаю только на 30. Мой банк вопросов, на который я могу отвечать каждый день, полностью опустошен. И, как я говорил раньше, что из трех тысяч вопросов, отобранных командой, они мне присылают, может быть, 100 или 150. А я выбираю около 40 или 50. Но я могу ответить только на 20 или на 25. Так что каждый день в моем банке вопросов, каждую трансляцию прибавляется еще 25. И все же, большинство приходящих вопросов не были прочитаны моей командой. Поэтому самая длинная часть этой трансляции – это ответы на вопросы. И это является испытанием выбирать, на какие 25 вопросов нужно ответить, из 25 тысяч, над которыми работает команда. И она тратит примерно 8 часов, чтобы выбрать, на какие вопросы ответить. Так что это было вкратце, как можно стать моим учеником. Вы можете зайти на веб-сайт, и вопрос, как вы можете изучить сравнительное религиоведение, а также на веб-сайте, и различные техники обучения. Я даю вам только маленькую часть из всего. Вы можете зайти на веб-сайт, иншаллах, и это займет у вас несколько сотен часов, чтобы прочитать. Когда видео будет доступно, это будет гораздо легче. Но даже без видео, иншаллах, вы можете многому научиться. Вы можете много научиться. Спасибо. 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 Спасибо.